Ареру, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть в City Skylines. Если я правильно помню, в прошлой серии мы занимались тем, что строили данный город, и это нам помогло увеличить население нашего города. За кадром я немножечко подождал, и можно видеть то, что население наше примерно выровнялось, и да теперь оно 70 тысяч. Я в этой серии хотел бы построить аэропорт по возможности, ну а пока у нас есть проблемы в городе, которые сейчас не решены. Я за кадром также немножечко продолжил развивать район, а именно я перестроил здесь крематорий, и сейчас они представляют собой вот такое вот небольшое месиво, потому что со смертностью были проблемы какие-то в городе. А также я хотел бы сейчас здесь вот снести вот эти вот районы, сделать здесь жилые зоны высокой плотности, потому что это бы смотрелось более эстетично и красиво. А районы с рабочими зонами, с деловыми зонами я построил где-нибудь в другом месте. Например, продолжу строить вот этот райончик, здесь можно сделать такой мастицок, и продолжить его строить здесь. Но прежде чем этим заняться, потому что это особо не горит, я хотел бы наладить немножечко все-таки путь наших жителей к этому мосту, а именно можем наблюдать то, что здесь вот скапливаются гигантские пробки, они же здесь вот начинаются. А все потому, что люди, по большей части я смотрел уже, хотят попасть вот на этот мост для того, чтобы пойти по развилке. Дальше смотрим, мы идем по развилке, и большая часть людей хотят просто попасть на выезд, либо на въезд. Тем самым нам просто игра говорит то, что вот это вот место, вот эту вот развязку соединить с этим гордом было бы очень хорошей идеей. Насколько хорошей, я уж не знаю, но нам придется, видимо, это сделать. Видимо, придется нам как-то перестраивать этот район таким образом, чтобы эти пробки у нас исчезли. Возможно, то, что он вообще, в принципе, у нас будет перестраиваться или сноситься под ноль. Я, конечно, этого не хочу, но, видимо, нам придется это сделать. С мостом я пока проблем не буду решать, потому что перелетить у нас сейчас будет большая потребность в промышленных и деловых зонах. Ну, давайте сейчас деловые зоны здесь и построим. Я решил сделать здесь еще, в принципе, одно такое подобие елочки, и можно его начинать застраивать. Я начинаю здесь строительство, в принципе, деловых зон, потому что в них есть потребности, и я их делаю. Думаю, вот такого пока количества нам хватит. Я сделал не все секции, потому что нужно будет какое-то время нашему городу для того, чтобы оправиться от всего этого и понять, что вообще им необходимо. Так, а пока я думаю начать переделку этого полуострова. Парковую зону надо будет вот здесь, которую существует, удалить. А сейчас я занимаюсь перестройкой этого полуострова полностью, потому что по-другому я не вижу. И вот эти вот, скорее всего, все зоны нам придется снестись полностью. Но в любом случае мы построили для них новые места вот здесь вот. Люди смогут сюда вот застроиться. Я думаю, это очень продуктивно, на них все повлияет. В любом случае я радикально все еще сносить не буду. Я сначала их снесу, а вот только потом буду разрушать дороги, чтобы люди имели возможность сюда переехать плавно и без всяких проблем. Также же, пожалуй, я удалю здесь зоны коммерции, которые здесь есть. Просто потому, что они очень много ругаются на то, что не хватает клиентов. Это из-за того, что коммерции здесь слишком много. Хорошо, и начинаю я перестройку. Так, станции метро. Я тут не подумал об этом, то, что здесь есть метро. И, возможно, линии метро займусь с ними заодно, потому что их все тем не переделывать, заодно придется. Так, линия метро здесь снесена. Но это даже плюс, потому что у нас будет возможность пустить ветку метро вот таким вот образом через этот город, чтобы у них была связь с нашими остальными городами. А также, наверное, я сделаю здесь веточку метро. И, возможно, а даже невозможно, а с большей вероятностью, сделаю здесь автобусные маршруты, для того, чтобы люди могли нормально по ним перемещаться. А тем временем, можно посмотреть, у нас ветка метро пока функционирует, и это не особо большая проблема. Я просто займусь сейчас перестройкой нашего этого района. Самое, наверное, печальное в этой ситуации, то, что у нее пришлось снести парочку жилых зданий. Но я думаю, от этого никуда не деться. А самая вот-вот-вот острая проблема, то, что нельзя сейчас мне пускать время на самотек, потому что наш город, который находится на холме, не связан ни с чем. Но город на холме я смогу легко связать с остальным миром, на то, что здесь есть такая небольшая дорожная развязка. Так, небольшой колхозик. Но тем не менее. И уже вот эту вот дорогу я соединяю с нашим мостом. Вот таким вот образом. Вот эту дорогу я пока не буду сносить, потому что это временный вариант. Временный мост. И надеюсь, он будет нормально функционировать. Хорошо, сейчас осталось нам не забыть про ректилище, что в этом районе. Самое сложное сейчас придумать нормальную развязку с этим районом нашим. Как бы сделать здесь заезд грамотный. Потому что вот этот шоссе дальше продолжает у нас теперь тянуться. Нужен теперь какой-нибудь адекватный заезд. Но я думаю, придется снести даже пару домов для того, чтобы сделать это более адекватно. Я, пожалуй, здесь пока поставлю вот такую типа развязку. И осталось ее только нам соединить. Вот как-то так у нас получилось. Немножечко топорника, согласен. Но куда деваться, ребят? Куда деваться? Вот примерно вот такой у нас мостик получается. Осталось только возобновить все электропроблемы, которые у нас возникли в процессе его построения. И возобновить, наверное, придется нам домики, которые здесь были. Я думаю, эти перекрестки не создадут большие проблемы. Сейчас посмотрим, как это все, в принципе, будет у нас работать. Так, смотрим. Эти мостом очень популярно пользуются. Мне пришлось сделать здесь светофоры, видимо, да? Да, тут остались светофоры, но от них никуда не денешься, ребят. И вроде как тут пробок стало меньше гораздо. И можем видеть то, что весь засор практически он исчез. Замечательно, меня это очень сильно радует. Сейчас нужно дать какое-то время городу, чтобы он восстановился и оправился от столь грациозных и рациональных изменений, которые у него здесь возникли в ходе перестройки моих. По факту я снес целый район. Это очень даже кардинально, я вам скажу. Все, вроде как светофоров нет. И пробок-то особо никаких нет. Замечательно, меня это радует. Просто поток машин и все. Все-таки светофоры, мне кажется, нужны будут. Для безопасности просто движения. Я понимаю, что создать небольшие пробочки это все, но безопасность важнее, мне кажется, жителей. Я, пожалуй, пока займусь перестройкой этих районов. Также убираю отсюда деловые зоны. А вот здесь, как потребуется, я сделаю здесь жилой район. А пока здесь я ставлю коммерцию. Это будет очень даже неплохо. Хорошо, я посмотрю. Ну, то есть у нас развязка-то не сильно помогла. Хотя нет, вроде как пробка тут ушла. Я не понимаю, откуда она берется и вообще возникает здесь. Ну ладно. Видимо, и эту тоже нам развязку впоследствии придется переделывать. Потому что тут можем тоже видеть пробки и потому что поток машины очень большой и хочет попасть сюда. Да, все-таки здесь вот создаются большие пробки и большой хаос. Давайте переделаем вот этот маршрут, который здесь у нас возникает. Но для этого придется, наверное, переделывать по острову. А я еще с этим не закончу. Ладно, давайте сначала закончим с этим, а уже пойдем к тому перекрестру и будем его переделывать. Кто же знал, что мне придется все здесь носить. Только для того, чтобы у нас было все нормально в городе. Вот такое у нас кольцо примерно получается. Надо мувит срочно устанавливать, потому что вот такое вообще не классное кольцо. Вот таким вот образом у нас получается как-то застройка. Будем надеяться, что у нас все будет хорошо. Я думаю, вот эта вот часть будет у нас с жилыми зонами. Я не знаю пока, как лучше ее застраивать, потому что это идеальный просто полуостров для того, чтобы здесь размещать жилые зоны. Всякие такие вот маленькие, как я делаю в данный момент. Но хотеть здесь размещать рабочие зоны, я не думаю, не очень хорошая идея. Но магазинчики по-любому им нужны будут, поэтому магазинчики в любом случае я строю. Конечно же не у самого берега, но тем не менее. Так, ага. Я вижу, тут у нас возникли некие проблемы и с мусором, и с полицией, точнее с их отсутствием полностью у нашего района. Думаю, это не особо беда. Можно здесь просто построить маленький полицейский участок, а мусорки тут сюда как-нибудь сами доберутся. Можно видеть гигантскую просто у нас потребность по коммерции, а вернее по промышленности. Так давайте ее здесь и размещать. И возможно нам в скором времени придется здесь мусорные какие-то предприятия ставить, потому что мусоровозам от сих до сих вообще неудобно, наверное, перемещаться. И возможно придется где-нибудь строить новую, абсолютно новую мусорную станцию. Например, такую же, как я строил вот здесь. А может быть даже в этой серии мы дойдем до Мегалополиса вместо того, чтобы строить аэропорт. Потому что не факт, что мы его вообще построим в этой серии, но мы посмотрим. Пока я просто решаю проблему, которую я накосячил в прошлой серии и пытаюсь это более модернизировать. Так, пока у нас город приходит в норму, я, пожалуй, буду сносить еще этот район. Потому что, ну, вообще весь район нам, наверное, не придется сносить. Но часть этого района для того, чтобы сделать нормальную шоссейную дорогу вот сюда. Направление указано верно. Электричество проведено. Расстановка дорог. Здесь два светофора, все верно. И все должно заработать. Вот это вот приоритетные дороги, пусть они у нас выбирают. Я не хочу, чтобы здесь катались у нас всякие грузовики, потому что в который раз это все нагружает у нас непосредственно на нашей дороге, то не является очень хорошим нашим решением. И можно видеть, все-таки некоторые люди все-таки катаются по этой дороге. Но все-таки большая у нас потребность остается в том, чтобы этот район существовал. Хорошо, давайте я сделаю пару съездов с этого шоссе. Можно сделать, в принципе, такой же мостик, но посмотрим. Как-то вот так вот у нас получается, да. Жилой район здесь будет очень неграмотно смотреться. Я думаю, здесь вообще, в принципе, жилые места убрать. Оставить только вот здесь вот на перекрестке, то есть на набережной. И переквалифицировать это место полностью из жилого в рабочее и коммерцию. Хотя нет, в рабочей, в принципе, можно. Коммерцию здесь немножечко оставить в некоторых местах и все. Но не более. Метро, где более здесь есть, оно никуда не убралось у нас. И что есть, замечательно. Осталось немножечко у нас только дороги переделать. Людей понимают то, что немножечко поубавилось, потому что мы, в принципе, снесли все дома. Но я думаю, построиться еще у нас и не раз. И дома, и все прочее. Поэтому не так страшно. Вроде как они со светофором начали разъезжаться. Мне это очень радует. Хорошо, я вижу, потребность у нас в жилых зонах появилась. Давайте сделать здесь жилые зоны. Продолжать, точнее, делать здесь жилые зоны, как мы и хотели. Вот здесь я предлагаю все-таки снести. Промышленный район. Люди сейчас разрешатся немножечко работой. Я понимаю все дела. Но мы здесь сделаем жилые зоны. Коммерцию мы здесь разместили. Теперь у нас вроде как более-менее симметричные все районы стали. Это хорошо. И для симметрии я должен буду сюда вывозить и переносить нашу деловые зоны. Я думаю, это тупиковый будет у нас район. Хотя нет, не тупиковый. Конечно же, не тупиковый. Что я такое говорю? Вот. А вот это, скорее всего, будет какой-нибудь тупиковый район. Потому что больше нам нету пространства, куда бы застраиваться. Я думаю, один из последних будет, где у нас будут такие вот зоны с коммерцией. Ой, с деловыми зонами, конечно же, прошу прощения. Как-то так у нас все получилось. А вот здесь вот, пожалуй, я сделаю какой-нибудь импровизированный заезд. Увеличу вот здесь вот у нас зону. И сделаю сейчас здесь мусорную свалку. Так разместили. Я думаю, что она будет у нас небольшой. В принципе, вот такой нам к свалке должно хватить. Я думаю, все подробности вот этого города и близлежащих городов она должна будет решить. Вот проблема у нас с мусором улетела. И сейчас будем ждать, когда у нас население придет в норму. Ой, 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 ой. Что случилось? Что случилось? Электричество пропало? Как же я не уследил-то? Вроде как электричество должно было восстановиться сейчас. Да. Все, оно восстановилось. Население упало аж на 10 тысяч человек. Но я думаю, скоро сейчас все придет в норму. Вот здесь можно много коммерции строить. Ну, просто нам сейчас нужно ждать и попутно решить какие-нибудь проблемы, которые у нас возникают. Да, город выглядит реально огромным. Учитывая то, что вот это все пространство, всего лишь вот это все пространство является одним рабочим районом. То есть в нем нет ни жилых зон, ни парков, ни скверов. Тупо жилой район. Здесь нужно метро. Я сейчас, кстати, попробую заняться линией метрополитена. Вот как-то так у нас получается, да. Теперь нужно настроить маршрут метро. Я думаю, удалить предыдущие два за ненадобностью и сделать новый. Так. И я, скорее всего, сделаю такой небольшой круговой маршрут в этом районе. Нет, для того, чтобы в случае необходимости у наших людей была возможность пересесть на более большой маршрут. Все. Четыре маршрута, в общем случае, у меня получилось. Давайте сделаем, не знаю, красными. Вот так вот примерно у нас выглядит сейчас линия метрополитена нашего. Я думаю, это будет очень даже замечательно. И посмотрим, как у нас сейчас линиями пользуются. Уже есть первые пассажиры. Я думаю, пусть у людей будет возможность добираться до университетов и до своих работ. Пусть даже с пересадками. Ой, господи, что это такое было? Это птица? Самолет? Что ты такое? Это типа намек, что делай аэропорт. Но, блин, у нас с населением не все в порядке. Какой нахрен аэропорт? Но вот это вот по-любому будет застраиваться. Вот даже безоговорочно. Потому что, представьте, какой будет вид просто с этой горы. Вот на этот город. Хотя и тут уже такой вот гигантский и офигенный вид. А так еще тут будет вид на всякие высокоэтажные здания. Это будет просто офигенно. Кстати, я хотел бы посмотреть по пробкам. Как у нас в итоге у нас по пробкам получились. Места. Это не пробка. Это не пробка. 84% трафика. Это очень даже замечательный показатель. Мне все было интересно, что такое вертикально вот эта ферма. Давайте вот здесь вот поставим. Напротив высшей школы, да. И хочу посмотреть, что это такое вообще. А, это туристический центр какой-то, видимо, да? Ну, хорошо. Кстати, кстати, кстати. По службам я не ставил вообще нигде такси. И у нас вот здесь, мне кажется, это хорошее место для того, чтобы начать строить такси. В принципе, вот этот район, я думаю, будет очень востребован. Потому что людям надо будет как-то добираться до остальных районов. И такси, я думаю, будет очень неплохим вариантом для них. Но тем временем я продолжаю ждать. И ждать, когда нас население нашего города придет в нормальное состояние. Потому что на ползучках в ноль это не очень хорошее состояние нашего города. Кстати, вот здесь у нас возникает какая-то засор. Давайте здесь сделаем мост. Так, мост мы сделали. Все замечательно. Теперь у нас должно быть пробок или проблем с движением меньше. Да, с финансами у нас какая-то проблема. Но, думаю, это можно будет решить, расширив вот эту нашу зону лесохозяйства. Я вижу то, что тут необходимость в широкополосных дорогах вообще нету никакой. Поэтому это можно район дико уменьшить. Сделать здесь однополосные дороги. И как-то это переквалифицировать, правильно сказать. Так, примерно как-то так. И дальше посмотрим. Но здесь точно не нужны такие вот... В принципе, ожидаемо было. Но я все-таки это все напрочь переделал. Давайте сейчас здесь разместим. Вот я что хочу здесь разместить? Я хочу здесь вот так вот сделать. Дальше я хочу здесь сделать небольшую такую зону. И эта зона у нас будет непосредственно специализироваться на лесохозяйстве. Я хочу, чтобы здесь были лесохозяйственные зоны. И здесь будут строиться лесохозяйственные здания. А здесь у нас есть куча мест для высокой плотности. Которые у нас здесь никак не задействованы. И их можно здесь начинать строить. Также тут есть какое-то место, которое совершенно никак не застроено. И давайте его застроим. Это вообще не проблема. Также сделаем здесь высокую плотность Вот так вот вдоль берега Сделаем вот такой вот мост Сделаем вот такую вот местность Сделаем также тут высокую застройку То есть мест, где можно построить Жилые зоны гораздо больше, чем кажется Крематорий все-таки я думаю здесь построить Хотя бы один Потому что видимо его здесь не хватает ранее Да, вот такие вот здания, которые Совершенно, можно посмотреть сейчас по загрязнению Совершенно не загрязняют у нас Окружающую среду, что мне не может Не нравится И пускай они здесь стоят Вот так вот они создают небольшой антуражик Я думаю вот это все по пространству Я как раз заменил вот такие вот здания Я сомневаюсь, что они создадут большие пробки Но тем не менее это будет очень даже замечательно Так, я продолжу пока у нас время идет Переделывать этот райончик весь Что-то я психанул, я решил его кардинально вообще перестроить Так, я думаю вот такого вот райончика Райончика нам должно хватить на какое-то время И сейчас главное прийти в плюс гигантский Потому что по деньгам мы очень сильно просили И в связи с этим У нас возникнуть могут какие-то проблемы А вот это вот я продолжу здесь заселять Потому что есть потребность у нашего народа Не понимаю прикола У нас уход за большой плантацией 40 в неделю Хорошо Производство 8700 в неделю Смотрим на это Производство 8700 в неделю Но уход 24 Второе рабочие места для рабочих В принципе ничего нового Но сейчас очень скучный момент идет Потому что по большей части я жду Жду когда население нашего города придет В относительное спокойствие и в относительную тишину И когда же население выровняется Я буду уведомлять вас об этом Смотрите на мосту Образовалась какая-то пробка Странная А потому что люди ходят по мосту Офигеть Ничего ходить больше негде Вроде и пробка исчезла Ну такие они и появляются ненадолго Но и быстро исчезают Давайте построим Какой-нибудь людям Переход подземный Так ходят Теперь люди ходят под землей И это что более безопасно Я совершенно забыл об этом районе Забыл то что он у нас Не достроен и до конца И сейчас я буду им заниматься постепенно И уже постараться о нем На этот раз не забывать Пошло какое-то время И посмотрим сколько наш Новый район приносит прибыли 7000 Кстати очень даже неплохо Выпуск тонны пиломатериала Оказывается стоит Дороже чем Вторая древесина Пожалуй поэтому Я лучше буду перерабатывать Древесину Нежели ее Чисто тупо Перерабатывать Что сказал Саник Как-то так Еще у нас стал один район Чисто под саженцы И прочее Кстати как я и говорил Население нашего города Приходит Постепенно В Родновесие И у нас уже Пошло население в плюс Нежели в начале серии Правда это заняло Очень много времени Но Тем не менее Осталось совершенно Немного Прямо вот Минимальное количество Для того чтобы Достичь нашим гордом Население 75000 Посмотрел недавно По налогам Транспорт Вот они поезда У нас Большие убытки По поездам Прибыль у нас составляет От них Минимально Просто Мы не получаем От них доходы Мы только Расходы получаем От товарного терминала И давайте попробуем Отключить Его И достигаем Звания Мегалополиса Ура ребят Это Просто Идеально В идее нам доступна Еще одна клетка Но погоди пока А все Я могу покупать Это я перепугался Я могу покупать Еще клетки Которые Не только 9 Потому что Установлен у меня Все таки Такой мод Но Сразу Все клетки Я покупать Не буду Потому что Это очень Глупо Со всех сторон Как ни посмотри Но у нас Если посмотреть За картой Находятся Очень большие Холмы И чтобы Их снести Или что-то С ними сделать Это нужно Очень много Усилий Привлечь Для этого В принципе Можно их Как-то Обыграть И как-то С этим Поиграться А то у нас Весь город В принципе Находится На некой плоскости И некой В одной плоскости Хотя есть Некие перепады Почему-то Спецсмертность Есть Вот же У нас есть Крематорий Который Почему-то С этим Не справляется Но видимо И трое Аэропорт Уже в следующей серии Кстати Можно посмотреть По нашим Маршрутам И нашей линии Метро Особенно Те Которые Являются Круговыми Пользуются Очень большой Популярностью Нет Вот метро Да И нам Приносит Он Очень большие Доходы Это Очуметь Как классно Целых 5000 Он нам Приносит Хорошо И раз Такое Дело Я могу Увеличить Модификатор Техники Хотя бы Поставить 200% Ну и судя Потому что Наш город Пришел В относительной Равновесии И особых Проблем У нас Сейчас В городе Не возникает Можно будет Заняться Следующей серией Так долгожданным Нашим Аэропортом Но на этом Я постепенно Буду заканчивать Эту серию Всем спасибо Что смотрели У микрофона Был Как всегда Ваш покой С лобовому Мору Еще услышемся